Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Итак, Назелинского сегодня дали показания сразу с трех сторон. Назелинского дал новые показания. Червинский, опять-таки Орбан, вот венгерский президент, ну и партнер Коломойского Боголюбов. Начнем, конечно, с Червинского, потому что он дал невероятную информацию, интересную и жуткую. То есть Червинский в суде. И полковник Червинский, которого несправедливо судят за несовершенное им преступление, сказал, что, оказывается, тот патриот, который должен был прикрывать Ахмадет, был снят для охранения тушки нашего квартального клоуна, который куда-то упилил в сторону Одессы. Ну и, конечно, ну как? Как без патриота-то? Потому что драгоценное тельце должно быть защищено. И, опять-таки, то, что говорил Червинский, этот патриот был, опять-таки, подбит вражеской ракетой. Ребята, такую информацию, конечно, нужно проверять. Официальные источники такую информацию не дают, да и, в принципе, они не могут ее давать, потому что эта информация во время войны явно не для публичного распространения, и явно власть, ну, в общем-то, не будет такой информацией делиться широко, но показания Червинского вызывают доверие, потому что он ведь абсолютно четко и точно уже дал правдивые показания на то, что Зеленский с Ермаком слили операцию по вагнеровцам. Показания оказались правдивыми. То есть за то, что они оказались правдивыми, на него открыли фиктивное уголовное дело, абсолютно неправдивое и неправильное, чтобы заткнуть ему рот, значит, доверять Червинскому у нас основания есть, доверять власти у нас оснований нет. Вот это свежие, новые показания на Зеленского, если они окажутся правдой, ну, я думаю, вы сами понимаете последствия, да, и то, что это похоже на правду, черт побери, тем более из уст Червинского, подписывайтесь на мой телеграм-канал, так вот, второе интересное показание на Зеленского дал генгерский президент Орбан. Ну, он же сначала приехал в Киев. Понятно, что наша вот эта вся вот эта вот клоунада, все эти додики с их методикой, они пытаются лепить Горбатого, что они же не знали, вот я не такая, ждала трамвая, что Орбан сразу же потулит к Путину. При том, что во время их переговоров наш министр иностранных дел во время переговоров, то есть, с Орбаном и Зеленским, напрямую во время этого разговора непосредственно общался с Лавровым, министром иностранных дел России. Так вот, Орбан сказал, пообщавшись с Зеленским и пообщавшись с Путиным, такая информация тоже уже просочилась, то есть, Орбан ее слил, что, оказывается, точки зрения Зеленского и Путина прямо противоположным образом сходятся. То есть, они оба считают, что время работает на них. Ну, опять, я с Зеленским не общался, собственно, как и вы. А вот Орбан общался, и он общался с Путиным. Сказал, что Зеленский утверждает, что время поможет Украине, потому что в России будет экономическая какая-то там дрянь происходить. Путин будет вынужден объявлять всеобщую мобилизацию, то есть, не контрактников набирать, как сейчас. И вот, дескать, тогда Россия накроется, у него что-то там сломается. Я вообще не знаю, какая картина мира у Зеленского по поводу того, что происходит на самом деле. Подождите, он не понимает вообще, что у нас? Он не понимает о том комплексе проблем, которые есть, и решать их, черт побери, из последних сил еле удается. Украинской армии, украинской экономики, тем более, которую Зеленский руками Гетьманцева продолжает уничтожать, просто убивать на месте. То есть, у нас объявили всеобщую мобилизацию, де-факто. И как-то мы не сломались. А по мнению Зеленского, в России люди должны сломаться, все должно развалиться. Мне кажется, что как раз россиянцы готовы терпеть, терпеть, ну, как бы страна, жившая при крепостном праве, всегда. Потому что без крепостного права, там, формально отмененного, им жить не удавалось. Потому что в Советском Союзе было крепостное право. Селянам так вообще дали эти паспорта, простите, в 70-х годах. То есть, Советский Союз был страной крепостного права. То есть, вы не имели права сами, вот, после окончания вуза, идти куда хотите. Переехать в другой город не могли без разрешения. Вам нельзя было переехать, по вашему желанию, из одного города в другой. Ну, вы же крепостные были при Совке. Опять, ты закончил вуз? Едь куда хочешь. Нет, только по направлению. При этом, знаете, какие-то придурки до сих пор говорят, в порядке иерического отступления, это же государство вам дало образование. Чокнутые! У государства нет денег своих. Это у него наши деньги. Это люди, которые работали. Это за их налоги, за их труд государство построило вузы, и за свои деньги люди получили образование. За деньги своих родителей, бабушек, дедушек. Вот кто оплатил. Советское образование было оплачено трудом советских граждан. Граждане являются собственниками государства, а не государство, собственником граждан. То есть, когда человеку за его деньги что-то дали, простите меня, это как называется? Так вот, Путин же считает, что время работает на него. Ну, как говорит Орбан, а он с Путиным общался. Что, я сказать, ему как раз выгодно затягивать войну, и он-то как раз чувствует полный карт-бланш. Ну, мы поживем, увидим. Но вот такие показания, которые дал Орбан, они очень интересно коррелируются с показаниями, которые на Зеленского дал Боголюбов. Боголюбов, это такой интересный товарищ, он не просто партнер Коломойского, он сейчас будет, я так понимаю, проходить по делу на Зеленского в Лондоне. То, что сказал, опять-таки, Боголюбов, я, опять, информацию всю, которую я вам говорил, пока что сложно проверить. То есть, найти документы, найти личное, ну, вот это, есть такая информация, которая выливается, а в принципе не может быть нигде ее подтверждения. То есть, Орбан не покажет там запись, это невозможно, он не будет сливать публично свои разговоры, но эту информацию слили, ну, определенным образом, так всегда поступают в политике. Так поступают президенты, они дают кому-то озвучить, ну, вот как Зеленский поручил Дубинскому озвучить, вместе с Ермаком. Ну, понимаете, да, за это они сейчас Дубинского закрыли, потому что на него теперь, ну, он же ждал на них показания. Так вот, Боголюбский утверждает, вот он сейчас в Австрии, он уехал туда по поддельному паспорту вообще, вы еще друг из каких-то уклонистов обвиняете, у вас просто по чужому паспорту чувак уезжает. Да. И он сказал, что с него требовали взятку. В 100 миллионов долларов в Украине. Ну, кто с него требовал 100 миллионов взятку в Украине? Когда все под Ермаком. Вот все, кто у нас требует 100 миллионов взятки, они все контролируются речно Аллой Борисовной. Ну, так называют Андрея Борисовича. Вот лично он. Ну, то есть на кого будет давать показания? Да понятно, что на Зеленского, потому что Зеленский всю эту кашу заварил. То есть Боголюбский сейчас из Вены переезжает в Лондон и дает официальное показание, что Зеленский построил систему, когда его ближайшие помощники и подручные по поручению Зеленского и Ермака потребовали взятку у Боголюбова за то, что на него не откроют какие-то там еще уголовные дела. Вот такие пироги. Поэтому я думаю, что показания на Зеленского будут все вылазить и вылазить. Да, поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, репосты. А победа, друзья мои, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас. Персонально не за жареет. Субтитры сделал DimaTorzok